Подойдите поближе. Я хочу, чтобы все это услышали. Отлично. За всех вас, сделавших меня сегодня самым счастливым человеком. За мою семью и близких друзей. Пусть Кэппелы и дальше продолжают жить в любви, чести и уважении. И показывают тем самым пример всей Санта-Барбаре и западному побережью. Да, и за единственного Кэппела, отсутствующего сегодня. За Иден. Где бы она ни была, она всегда с нами и в наших сердцах. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Ах ты черт, проклятый ветер. Нет, ну надо же, парашют. Должно быть, это Третья Мировая. Привет. Приветик. Удачное приземление. Не то слово. Слушай, извини за цветы. Не стоит, просто пришлешь мне потом пару росточков. Непременно. Ты ведь Уоррен Локридж? Так точно. Эй, подожди, я же тебя знаю. Ты Иден Кэппел. Неужели? Да, я думал... Что ты сейчас в Англии охмуряешь какого-нибудь лордика. Осторожно. Где ты такое вычитал? Сплетнях Санта-Барбары? Ну да, точно. Боже мой. Обожаю сплетни. Итак. Прямо не верится, сама Иден Кэппел у моей входной двери. Ну, не так уж это и надолго. Нет, подожди минуточку. Что привело тебя в Санта-Барбару? Я полагал, что ты покажешь этим чопорным англичанам, что такое настоящее веселье. Там постоянно пьют послеобеденный чай, что вызвало у меня стойкую аллергию на всю их кухню и общество. А ты не против, если я угощу тебя старым добрым американским гамбургером? Эээ, вообще-то против. На папиной вечеринке я наверняка подружусь с кем-нибудь поинтересней. Неужели ты настолько правильное, что делаешь то, что тебе говорит отец? Знаешь что, давай проведем мой психоанализ в другой раз. Потому что если ты уйдешь с моей дороги, я буду рада убраться во свояси. В чем дело, мисс Кэппел? Думаете, я слишком хорош для вас? Если честно, Оран, я вообще о тебе не думаю. Счастливо. Что ж, я пришлю тебе счет за цветы. Иден! Не могу поверить, что это ты. Ты вернулась! Иден! Папа? Иден! Это и правда, ты... Вне всяких сомнений. С днем рождения! О, спасибо, дорогая. А где все? Оран! Я думал, в это время в доме никого нет. Ты что делаешь? Я просто решил кое-что перевезти на свою квартиру. И поэтому ты разложил все в гостиной? Я рассказывал тебе о кочующих муравьях из Новой Гвинеи? Да, рассказывал и не раз. Я не хочу снова надоедать тебе этой историей. Слушай, извини. На этот раз, история есть у меня. Угадай, кто сегодня спустился к нам на парашюте? Я даже и гадать не стану, просто расскажи. Нет-нет, я серьезно, это вовсе не шутка. Я смотрел в окно и увидел, как перед нашим домом приземлялась девушка. И ты ни за что не догадаешься, кто она. Я весь в нетерпении, выкладывай. Иден Кэпфилл вернулся из Европы. Иден Кэпфилл? Ну разве это не замечательно? Как раз то, что нам нужно. Еще одна избалованная любительница острых ощущений. Что ж, насчет избалованности, ты прав. А вот выглядит она... Понятия не имею, что это значит. Жаль, ты опоздал. Не хочу говорить о Кэпфиллах сейчас. Как хорошо, что ты снова дома. Я очень рада. Дорогая, ты потрясающе выглядишь. Спасибо. Идем, все будут рады видеть тебя. Мэйсон, посмотри, кто здесь. Здравствуй, Мэйсон. Келли. Иден с возвращением. Тед. Как дела? Идите сюда. Отлично, потрясающе. Эй, Иден, ты приехала! Не правда ли она красавица? Да, это так. Ну, хватит. На сегодня она только моя. Расскажи, как ты добралась? Ну, поначалу я хотела преподнестить ей сюрприз, спустившись парашютом перед входной дверью. Но вместо этого я оказалась в имении Локриджей. И там был Оран. Такой зануда. А почему парашют? Почему именно так? Просто я приготовила тебе подарок. Что? Это частный самолет. Из Франции. Ты купила мне самолет? Это невероятно. И мне было очень приятно преподнести тебе его. Я люблю тебя. И я тебя. Дети, вы должны извинить нас. Я хочу поговорить с Иденом наедине. Идем. Иду. Ты замечательно выглядишь. Ты тоже. Но я хочу знать, что происходило с тобой в последнее время. Прошло три года с тех пор, как ты закончила школу. Да, это так. Из твоих писем мало что можно было узнать. Ну, ты же знаешь, как я ненавижу писать письма. Прости, но я такая. Что ж, расскажи мне лично. Ну, даже не знаю, с чего начать. Столько всего произошло. Здравствуй, Иден. Здравствуй, Сантана. Рада тебя видеть снова. Как давно это было? Иден, я хотела представить тебе одного человека. Это Питер. Привет, Иден. Как дела? Жених, да? Жених. Наслышана о тебе. Но ты же не преподавал в Лайме, когда я там училась. Верно. Прости, но есть кое-кто еще. Это Круз Кастилео. Здравствуйте. Привет. Так вы Иден? Да. Я читала о том, что вы предотвратили пожар на нашей буровой. Это очень впечатляюще. Спасибо. Я каждый день стараюсь совершать впечатляющие поступки, но я еще никогда не пребывал в столь оригинальном способе. Позволь, я налью тебе шампанского. Спасибо, папа. Я с тобой. Жаль, что ты пропустила открытие подарков. Полагаю, я смогу пережить это упущение. Хорошо. Мне нужно с тобой поговорить. У тебя есть минутка? Да, конечно. Извините. Ты поделился со мной своими опасениями по поводу Питера. Они по-прежнему остались? Не уверен, но с тех пор, как в город вернулся Джо Перкинс, дела у них пошли не ахти как. Я совершенно не уверен в том, что Питер так уж нравится Келли. Поговори с ним сначала, и ты сама в этом убедишься. Хорошо. Давай вернемся. А как обстоят дела с твоей личной жизнью? Есть что-нибудь особенное. Дед просто без ума. Он влюблен. Да неужели влюблен? Вовсе нет. Вовсе нет. Есть кое-кто. Покажи кольцо. Оно такое красивое. Тебе нравится? Я очень рада за вас, правда. Ты же останешься на свадьбу? Да, я непременно буду. Я скучала по Санта-Барбаре и по своей семье. Так что я остаюсь. Я так соскучилась. Твое шампанское, дорогая. Спасибо, папа. Пойдем. Я хочу знать, чем ты занималась в Европе. Но это будет долгая история. Тед? Да, сэр? Я хочу поговорить с тобой. Хорошо. Да? С помощью мистера Боттамса я буду каждую неделю следить за твоими успехами в школе. Вот же черт, а? Первая причина, по которой я рекомендовал мистера Боттамса на эту должность в Лаймоне, это то, что он очень дисциплинированный. А ведь именно с этим у тебя проблемы. И мне не нужны плохие новости о сыне. Я не уверен, что он знает меру своей строгости. Но я постараюсь. Абсолютно в этом уверен. Похоже, что все подарки уже открыли. Папа? Да? Я хотел бы вернуться к нашему разговору, прерванному приездом Иден. Прости, ты о чем? Ты говорил что-то о моем назначении старшим советником Каппл Энтерпрайзес. Ах, да, конечно. Но, Мэйсон, сейчас не самый подходящий момент, говорите дело. Давай поговорим об этом в другой раз, хорошо? Разумеется. Иден. Да? Мне не дает покоя один вопрос. Откуда у тебя столько денег на такой подарок? Ну, у меня есть несколько друзей в высших кругах. Они-то и помогли мне раздобыть эту вещицу. Не знаю, как ты этого добилась, но продолжай в том же духе. Спасибо. Я так рада, что вернулась домой. Эй, да тут еще что-то осталось. Папа, вот еще два подарка. Странно. Как я мог их пропустить? Эк просто завалили бумагами. Вот. А где карточка? Возможно, что она внутри. Хоть что-то я не пропустила. А это что такое? Это магнитофон. Там написано «Включи меня». Включи меня. Папа, позволь, я помогу. Спасибо. Осторожно, кассета. Мысль, осторожно. Ой, извините. Какой же я неуклюжий. Ну вот и пришел ей конец. Похоже, мы так и не узнаем, от кого она была. Прошу прощения, это так неловко с моей стороны. Ну, этим уже не поможешь. Так, а что здесь? Странно. Это что, копия? Возможно. Мой отец вел такую жизнь, какую хотел. А его семье приходилось под него подстраиваться. Я не понимаю, это что, какая-то шутка? Я ничего не знаю об этом, папа. Давайте разберемся. Он правит твердо и жестоко, железной рукой, в бархатной перчатке. Неправда. На вас огромная ответственность в Кэпфелл Энтерпрайзис. Может и так. Но всех нас он держит под присмотром. Что бы я ни делал, я никогда не мог ему угодить. И никогда не сделал бы точно так, как это сделал бы он. То есть так, как сделал бы сам Господь Бог. Это же твой голос, Мэйсон. Вовсе нет. Помолчите. Ну, он же очень могущественный человек. Да, но власть отвратительна, если помогает скрывать проблемы личности. Гитлер тоже был могущественный, как и Иван Грозный. Но они вряд ли вызывали восхищение. Мэйсон, вы же не станете сравнивать Си-Си Кэпфелла с этой бандой. Вы просто не знаете, что значит быть его сыном. Когда мне вручали диплом Гарварда, он мне пришел на церемонию лишь потому, что уехал в Южную Америку на подписание контракта. Но если Ченюк на другом конце света участвовал в конных состязаниях, он бросал все, чтобы быть там. Правда? Он всегда мечтал вписать свое имя в учебники истории. Я часто думал, но, конечно, не говорил этого, что историки еще поспорят, кто был больше напастью, Си-Си Кэпфелл или Атилла Завоеватель. Но хватит. Мне нужны объяснения. У меня их нет. Это не мой голос. Я признаю, что он очень похож на мой, но я никогда не говорил этих слов. Кто-нибудь из вас знает, откуда эта пленка и кто ее записал? Стало быть, это розыгрыш? А как насчет женского голоса? Его кто-нибудь узнал? Ну, я не совсем уверен, Си-Си, но похоже, что это голос Вероники. Твоей секретарше? Я хочу, чтобы ты позвонил ей сейчас же, немедленно! Я должен знать, что ей известно об этом. Похоже, что мне пора смываться отсюда. А то этот вечер набирает крутые обороты. Да, иногда такое случается. Да. До свидания, Роза. Береги себя, дорогой. Иден, приятно было с вами познакомиться. Взаимно. Я слышал много хорошего о вас. Рад, что мы встретились лично. Увидимся позже? Да, до скорого, Тэп. Мистер Кастилео. Да, мисс Кэппл. Почему ты еще в Санта-Барбаре? Я думала, что затушив вышку, ты сразу отправишься в Европу. Почему ты решила погостить именно сейчас? Я здесь не просто с визитом. Я планирую остаться. Жаль тебя разочаровывать, Иден, но я тоже никуда не собираюсь. Мне нравится здесь так же, как и тебе. Ты уже уходишь, Санта-Барбар? Да, мне пора. Еще раз с возвращением. Спасибо. Приятно было тебя увидеть. Надеюсь, в будущем мы будем чаще видеться. Непременно. До скорого. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...